Здравствуйте, меня зовут Катя, я участница хоккея на шпильках. Каждая акция хоккейного клуба «Динамо» для меня праздник. Болею уже 4 года, хожу на каждый матч. Надеюсь, сегодня получу кучу положительных эмоций и познакомлюсь с новыми людьми. Есть такое понятие, как попытка удара клюшкой. Это когда игрок совершает движение в направлении игрока, концом клюшки, но не достигнут контакта. Если, например, в одной команде происходит одно удаление, они играют в четверон, потом происходит второе удаление, они играют уже втроем, и потом происходит третье удаление, то возникает такое понятие, как отложенный штраф. Я узнала очень много нового, узнала подробно о штрафах, которые отдаются хоккеистам. Теперь я буду более внимательно смотреть за хоккеем и буду понимать, за что же удаляют наших хоккеистов, а не просто возмущаться и ругаться на судью. Девчат, проходите туда в раздевалочку. Это раздевалка хоккейного клуба «Динамо Минск». Как бы к тренировке все готово, кистое место не выбирают. Как показывает практика, тренер приходит в начале сезона, определяет место. Поэтому на груднику, если честно вам сказать, надо сезонов 12. Уже такой фирмы нету, она уже как бы ушла с рынка, уже другие фирмы, а он все в нем катается. Поэтому игрок имеет каждый год право получить экипировку всю, и то, что полагается. Но, как показывает практика, многие меняют очень редко. Кто-то часто, кто-то редко. У каждого разные модели, разная замотка, разный хват. Вот, есть у меня мои клюшки, есть у меня типовые клюшки. В сборной всегда хорошая атмосфера, а с тем, наверное, еще лучше немного стало. Так что туда всегда приятно приезжать. Как вы восстанавливаетесь после игры? Достаточно мощная работа. Сегодня я встретилась с замечательными хоккеистами, с Сашей Гитаровым, с Збойником Ирглом, с Димой Мечуковым и даже с Ильей Казначеем. Но, учитывая его некоторую травму, все-таки, было приятно их всех видеть. Я действительно убедилась, что они не только хорошие хоккеисты, но и замечательные люди. Очень добрые, открытые, отзывчивые. Таких акций должно быть больше, потому что это просто потрясающая акция, поучаствовав в которой можно не только узнать больше о хоккее, задать все интересующие вопросы, но и познакомиться поближе с теми людьми, болеть за которых мы ходим каждый мать. Будем ходить, несмотря ни на что. Что бы ни было, вперед, Динамо!